Начало года для детской школы искусств ознаменовалось яркими победами воспитанников на различных конкурсах. Только в конце января Лиана Айвазова заняла третье место в северо-западном конкурсе художественной самодеятельности. А юный гитарист Глеб Колтаков стал дипломантом второй степени фестиваля, который прошел в Санкт-Петербурге. С талантливыми музыкантами, их педагогами и родителями встретилась моя коллега Ольга Русул. Я знаю, что солдаты с кровавых не пришедшие болеют. Именно эту песню Журавли Лиана Айвазова исполнила на конкурсе художественной самодеятельности, посвященном празднованию 75-летней годовщины победы в Великой Отечественной войне. Его финал прошел в Санкт-Петербурге 31 января. Девочка заняла третье место в номинации «Вокал» и получила право выступать на галоконцерте в Калининградской области в апреле этого года. Впрочем, это далеко не единственная победа Лианы на многочисленных международных, всероссийских и региональных вокальных конкурсах и фестивалях. Я себе не заставляю, просто иду, мне это нравится, и это каждый день репетиции получается. И это абсолютно добровольно, и меня тянет просто на вокал. Вокалом Лианы занимается с 8 лет. Талант в юном даровании педагоги рассмотрели сразу. Наставница девочки Наталья Чичуева гордится успехами ученицы. Педагог сразу поймет, немножко пообщавшись с ребенком, сразу понятно, есть дарование или нет. И это задача педагога, этот алмаз, который попал к тебе в руки, надо сделать бриллиантом, сделать грани, чтобы он заблистал. Это очень важное, ответственное и сложное дело. Поездка Лианы состоялась благодаря финансовой поддержке Ненецкого регионального отделения партии «Единая Россия» в рамках партийного проекта «Новая школа». Юный гитарист Глеб Колтаков, ученик пятого класса музыкальной школы в январе на фестивале «Виртуозы гитары» участвовал в двух номинациях. Классическая гитара, соло и свободная программа. В последний музыкант стал дипломантом второй степени. На всех концертах мне большая честь, что я там выступаю. Ну и, во-вторых, это ответственность, чтобы не опозориться маму, папу, учителя своего. Глеб очень серьезный юноша, поэтому занятием музыкой уделяет большое внимание. Это несмотря на значительную нагрузку в общеобразовательной школе. Я прихожу домой, и то, что мне учитель говорит повторять, отрабатывать, я просто прихожу и отрабатываю, пока у меня не получится. И потом перед уроком разыгрываюсь, чтобы нормально уже играть и, скажем так, повторять. И, скажем так, другие места, которые я дома не отработал, дорабатывать на уроке. Незаурядные музыкальные способности мальчик проявлял еще в детском саду. Воспитатели посоветовали родителям отдать Глеба в школу искусств. И практически сразу к музыканту пришел успех. Ну, мы, честно сказать, не ожидали, потому что в нашей семье не было замечено, скажем так, таких талантов, музыкальных способностей. И поэтому, конечно, когда ребенка через три месяца после того, как он впервые взял гитару в руки, его предложили записать в ансамбль и начать разучивать с ним репертуар, то было, конечно, для нас немножечко удивительно. С одной стороны, приятно. Ольга Родионова, педагог Глеба, уверена, составляющая успеха каждого ребенка – природный талант, усердие и поддержка семьи. Гитара – это очень сложный инструмент. Нужно ребенку, во-первых, перестроить, что это не умцы-умцы, а аккордики одни. Это один из самых сложных инструментов. И сначала мы в голове у ребенка меняем, что нужно каждодневные занятия. Потом, если подключаются еще родители, например, как с Колтаковым Глебом, то, конечно, этот процесс идет намного быстрее. Надо отметить, что в детской школе искусств много талантов. Ее воспитанники часто занимают призовые места в конкурсах различных уровней. Всего здесь сейчас обучается 700 детей, работая два отделения – музыкальное и художественное. А из 60 педагогов школы – 55 – это ее выпускники. Любой выезд на конкурс – это стимул не только для преподавателя, но и для ученика. Попробовать свои силы намного выше, посмотреть, чем живут другие регионы, как развиваются ребята в других регионах. И конкуренция здоровая, она только положительно влияет на наших ребят. Вывозить юные таланты на конкурсы и обновлять инструменты не всегда получается за счет собственных средств. Поэтому на помощь приходят спонсоры-меценаты. Я хочу сказать огромное спасибо спонсорам, которые нам помогают. Это ведь и даже индивидуальные предприниматели. Заблина Татьяна Геннадьевна, оказывает нам. Нальмарское Горпо. Огромное спасибо, хочется сказать, некоммерческой организации, благотворительному фонду «Лукойл», нефтяным компаниям «Лукойл Коми», «Вардейский терминал». Но самое огромнейшее спасибо, нижайший поклон за поддержку всех наших проектов. Мне хочется выразить партнером Харягинского СРП, оператором которого является зарубежнефть, добыча Харьяга. Сейчас воспитанники школы и педагоги готовятся к одному из самых важных конкурсов, который пройдет в конце марта в Архангельске. Туда отправятся 20 детей. Примечательно, что победители получат возможность поступить в музыкальный колледж вне конкурса.